уважаемые подписчики зрители канала всем грандиозный миломанский привет представляю вашему вниманию ролик с краткими обзорами без малого четырех десятков релизов которые вышли в ноябре этого года и показались мне наиболее интересным в описании к видео для вашего удобства есть тайм-коды так что каждый зритель может выбрать только ту информацию которая покажется ему полезным а также в описании к видео есть информация о том каким способом можно принять участие в развитии канала всех призываю к участию в жизни канала всеми возможными способами в том числе подпиской лайком и комментарием любые вышеописанные действия с вашей стороны крайне важны и крайне полезны но прежде чем перейду главной теме небольшая порция новостей скульптор энди эдвардс создавшие всемирно известный памятник битлз на набережной ливерпуля собирается установить на рыночной площади родного для лэми киллмистера города берслима бронзовую фигуру фронтмена моторхэд статуя будет возвышаться над площадью располагаясь на облицованным черным гранитом постаменте высотой два с половиной метра джон бонжови лауреат премии грэмми 11-ти кратный номинант на премию грэмми и член основатель американской группы бонжови назван человеком года по версии музыкерс церемония награждения состоится в конференц-центре лос-анджелса феврале 24 года за два дня до 66 ежегодной премии грэмми джон бонжови известен своей филантропической деятельностью 2006 году он основал фонд души организацию призванную разрывать порочный круг голода нищеты и бездомности джон бонжови сказал благотворительная деятельность была краеугольным камнем моей жизни и всегда шла рука об руку с моей музыкальной карьерой и достижениями я знаю это наверняка помогать своему сообществу значит помогать себе ну что тут скажешь большой молодец этот самый джон бонжови а теперь главные темы 1 ноября вышел 12-минутный документальный фильм на унзен the last битл сонг сценариста и режиссера оливера мюрре мировая онлайн премьера фильма состоялась на официальном youtube канале битл короткометражка рассказывает об истории работы над на унзен с эксклюзивными кадрами и комментариями пола маккартни ринга стара джорджа харрисона шона она леннона и режиссера питера джексона хотя на унзен и носит титул последней песни битлз на самом деле это сольная песня джона леннона записанную в качестве фортепианного демо конце 70-х году помимо вокала джона леннона на унзен включает электро и акустическую гитару записанную джорджем харрисоном еще в девяносто пятом году новую партию ударных ринга стара а также бас гитару и фортепиано пола маккартни что как говорят соответствует оригинальной задумке джона леннона а релиз на унзен как всем уже известно состоялся у второго ноября 3 ноября гонг анэндин эсэдин удивительно но гонг продолжают существовать и выпускать альбомы даже после смерти дэвида аллен это четвертый альбом выпущенный нынешним воплощением гонг составом подобранным самим дэвидом алленом чтобы сохранить наследие группы в будущем и третий альбом который они выпустили без участия лидера группы альбом не так ярко не так амбициозен как классика группы но он определенно заявляет что огонь творчества и новых идей все еще пылает в сердце скачок и оси инфинити а а констерващен крим анакустик трибют у крим трибют одному известному трио его история такова за пару лет до кончины джинджера бейкера к этому проекту его склонил некто по имени майк кэрден ставший продюсером пластинки успели до смерти барыбанщика записать четыре трека с его участием а остальное дело техники хлопоты с приглашениями и прочей организационной нервотрепкой необходимо обратить внимание на еще двух легенд успевших поучаствовать и не доживших до релиза берни марзом и пит браун релиз трибюта состоялся 3 ноября на акватор овале рек позволю себе перечислить некоторых участников записи в дополнение к уже названным дебора бонум сестра джона бонума малком брюс сын джека брюса клэм клэмсон джо бономаса мэгги бэлл бобби раш и пол роджер не вижу смысла что-либо еще говорить об этой пластине 3 ноября the chick korea electric band the future is now составлены и спродюсированные чеком кориа перед его кончиной те релиз представляют собой новый и ранее не издававшийся концертный альбом с участием классического состава electric band это замечательная и ранее не издававшаяся коллекция концертных записей с участием воссоединившейся классической группы электрик бэнд была сделана во время гастроли в период 16 по 18 годы три лонгплея и два компакт диска включают в себя подробные аннотации от чека коря и всех участников электрик бэнд издание служит подходящей заключительной главой и обязательно для любого поклонника этой инноваторской группы вставший определяющей в джатфьюр тиль линдеман выпустил новый сольный альбом зунге 3 ноября в цифровом виде и 17 ноября на физических носителей в целом зунге очень интересная пластинка здесь есть песни которые являются квинтэссенции рамштайн но при этом четко понимает что это именно сольный альбом по сравнению с предыдущими проектами тиля линдемана все стало еще более резким большая часть альбома звучит как рамштайн включенный в режим зверя и в большинстве своем альбом отлично справляется со своей задачей удовлетворяя поклоннику предпочитающих более тяжелую сторону этой группы но наиболее запоминающийся часть альбома это эксперимент совершенно точно вас удивить неожиданные баллады в стиле фламенко прекрасно исполненная тилем линдеман и это далеко не единственный эксперимент эксцентюэк зе позитив 45 студийный альбом северно-ирландского музыканта вана морисона выпущенные 3 ноября этого года на лейблах эксайл продакшн и вёрджин рекорд это кавер альбом любимых песен морисона в стиле рок-н-ролл ризан блюз и хангер рекорд коллекторы писал альбом как живую смесь свинга джайва ритм блюза и классического рок-н-ролла которое постоянно подчеркивает сильные стороны певца как вдумчивого и изобретательного интерпретатора american songwriter отметил что в голосе есть харизматическая ярость которую мало кто ожидает от человека с почти 60-летним музыкальным стажем жан-ми шель-жар oxymor 3 ноября легендарный электронщик представил интерпретации песен из альбома oxymor 22 года это совместные работы с другими музыкантами имена преимущественно громкие брайан и на мартин горе с депешмот популярный нидерландский диджей армин ван бюрэн россиянка не на краях по словам своего жанна мишеля жара устремился посмотреть на музыку с нового ракурса и потому обратился к артистам чьи таланты добавят увлекательные измерения каждой песни 3 ноября боб марголин сенс альбом записан в стиле ранних записей джона лихукера голос электрогитара и топающий ботин посвящен с безмерной благодарностью маги отрасу боб марголин до такой степени уединился в обществе фантома великого папы так сгустил эффект его присутствия что участие аранжировки пожалуй близок к оригинальным делам 80-летней давности великолепная работа экономная мелодичная и точная отличное следование классики блюд альбом боба марли и группы the waders catch a fire отмечают в этом году 50-летие и вознаменование этого памятного события он был переиздан в виде боксета из трех компакт дисков трех винилов с бонусным 12-дюймовым диском а также цифровом формате релиз состоялся 3 ноября седьмого ноября на лейбле roar rock of angels вышел сборник но тарлинг бэк in memory of дэн маккапферти на котором можно услышать ряд редких записей покойного вокалиста шотландских рокеров назарет дэна маккапферти на обложке диска можно увидеть фотографию молодого дэна маккапферти а 12 иллюстраций карандашами и углем буклете нарисовал уэльский художник Мартин Данн поставивший перед собой задачу передать впечатление от соответствующих песен и их текстов так что как утверждает лейбл но тарлинг бэк in memory of дэн маккапферти это настоящее музыкальное и визуальное пиршество для поклонников маккапферти и надо группа Ария выпустит на CD виниле и DVD запись своего московского концерта с программой «Гость из царства теней» который состоялся 21 октября этого года на стадионе ВТБ «Арена Динамо» предварительные заказы на релиз в различных форматах принимаются на краудфандинговой платформе «Планета.ру» проект был запущен 7 ноября и первый же день достиг заявленной цели в 1 миллион рублей тем не менее он будет продолжаться еще 100 дней то есть где-то до середины февраля 50 октября мести блюз «Outside the lines» Джина Коумен – голос и автор и вообще центр этой маленькой вселенной у нее низкий почти мужской баритон и масса энергии вокруг Джины, дамы судя по всему амбициозной и властной уже больше 20 лет вращается в водоворот ее секстета Содержание «Outside the lines» в полной мере соответствует концепту заголовка атипичный, психоделический, демонический, довольно мрачный, медленный, интенсивный и страшно любопытный материал На этот раз коллекцию украшали гости Самый весомый обнаружился в финальном треке «Эрик Гэлс» Альбом неоднозначный, но безусловно интересный 10 ноября Майк Манжини «Invisible Sings» Про этот альбом, можно сказать, неожиданный и непредсказуемый Ведь никто не ожидал, что Майк Манжини станет бывшим барабанщиком дримсета Никто не ожидал, что он сам напишет почти всю музыку Никто не ожидал, что первый сингл альбома будет звучать так здорово и не так, чтобы очень прогрессивно А я не ожидал, что получу неподдельное удовольствие от первого сольного альбома Манжини «Invisible Sings» Лейбл «Manticore» выпустил семидисковый боксет ушедшего мирной легендарного музыканта Грега Лейка Наиболее известного по сотрудничеству с Кинг Кримсон и Эмерсон Лейкен Палмер Релиз под названием «Magical» выводил свет 10 ноября Боксет вошли самые ранние работы музыканта с группами типа «The Shame», классика «Кинг Кримсон» и «Эмерсон Лейкен Палмер» Оба официальных сольных альбома Лейка «Грег Лейк» в 1901 году и «Мануэр» в 1983 году А также его коллаборации с Тотто, Гарри Муром, Эйша, Джеффом Даунсом, Китом Эмерсоном и многими другими Кроме того, в «Magical» представлен ряд редких и концертных треков Например, запись выступления Кинг Кримсон на разогреве у «The Rolling Stones» на легендарном шоу в лондонском Гейт Парке в 1968 году Три ранее не издававшихся трека от Тотто, записанных в начале 80-х И одна из самых первых записей Грега Лейка, сделанная «The Shame» в 1967 году «Magical» представляет собой бокс размером 10 на 10 дюймов В котором вместе с семью CD вкладывается 64-страничная книга С подробными комментариями к каждому альбому и ранее не опубликовавшимися фотографиями 10 ноября известные сборники «Битлз» Красные и синие альбомы выпущены в новых изданиях С момента выхода 50 лет назад, первых воплощений этих альбомов Они приобщали к музыке «Битлз» все новые и новые поколения Теперь треклисты обоих сборников были расширены А все песни смикшированы в стерео и в долгий атмос Новые парные издания на 4 CD и 680-граммовых виниловых пластинках Содержат в одной коробке красные и синие альбомы Британская сингловая версия песни «Ла ми ду» Теперь открывает сборник «Красный альбом» Монтаж 23-го года А песня «На вон зен» Представленная на сборнике «Синий альбом» Завершает коллекцию, охватывающую всю карьеру группы Эти два сборника всегда рассматривались как лучший вводный курс творчества «Битлз» С момента своего дебюта в 1973 году Сборники привели бесчисленное множество слушателей всех вон Ростов И всех частей света к постоянному увлечению «Битлз» 21 новый трек, 12 на красном и 9 на синим Придемонстрируют еще больше самых лучших песен «Битлз» Вокалист американских хард-рокеров «Джекил» Джесси Джейм Дюпри выпустил новый сольный альбом «Breathing Fire» 10 ноября На этом новом альбоме несколько песен Написаны совместно с вокалистом ACDC Брайаном Джонсоном И это весьма интересно 10 ноября Хасан Ибн Али Ричард Форзер Старс Триос Дуо Соло За всю историю Джана немногие фигуры Остаивали столь интересный след, как Хасан Ибн Али Его неуловимая революционная музыка на протяжении десятилетий Была предметом интриг и восхищения Теперь нам предлагается еще раз совершить путешествие В загадочный мир этого легендарного пианиста С его новым релизом Альбом, который еще глубже заглядывает в неизведанные сферы его музыки Эти 11 ранее неиздевавшихся треков представляют собой совокупность совместных и сольных работ Проливающих новый свет на гений этого пианиста В части Трио Ибн Али Представлен вместе с такими выдающимися талантами Как Генри Граймс и Калил Маги Которые играли с такими джазовыми корифеями Как Телониус Монг, Макой Тайнер и Сони Роллинс Шесть треков, четыре из которых появились в студийных версиях На The Max Roach Трио Futures The Legendary Hassan Предлагают свежий взгляд на знакомую классику Но на этом все не заканчивается, а только начинается Для всех, кто любит джаз, релиз обязательный 10 ноября вышел альбом Sonic Mojo от группы Fogged Существующая почти полвека блюзера группа не выпускала пластинки шесть лет Но при этом время зря не теряла В новый релиз вошли три песни, написанные в соавторстве С покинувшим мир лидером Савой Браун Кимом Симмонсом Хороший альбом, который воспевает болотный фанк-блюз Слима Харпа И космические буги Джона Рихукер До Нового года осталось совсем немного И рождественская тема в творчестве многих рок-музыкантов Занимает особое место Тарья Турн, к примеру, выпускает уже второй рождественский альбом Первый, From Spirits and Ghosts, вышел в семнадцатом году А 10 ноября вышло его продолжение Dark Christmas Цирклиц состоит из двенадцати композиций Среди которых классические рождественские песни Jingle Bells, Frosty The Snowman А также известные вещи других исполнителей Например, Last Christmas группа ВМ All I Want For Christmas Is You, Mariah Carey Wonderful Christmas Time, Пола Маккартни И другие Нашлось место и для оригинальной песни Таре Dark Christmas Альбом Джимми Хендрикс Experience Hollywood Bowl 18 августа шестьдесят седьмого года Вышел 10 ноября В тот день, когда была сделана историческая запись шоу Джимми Хендрикс выступал на разогреве У The Mamas and the Puppets Джимми Хендрикс Он был записан в зале на семнадцать тысяч человек Когда супер трио Джимми Хендрикс Experience Вернулись в США После своей первой и очень успешной поездки В Великобританию В США тогда группу почти никто не знал Поэтому неудивительно Что Джимми играл всего лишь на разогреве У тогдашних хедлайнеров The Mamas and the Puppets Оригинальная запись была сделана на двухдорочный магнитофон А сегодня ее восстановил и отредактировал легендарный звукоинженер И друг гения Эдди Крамик Международная блюзроковая Power Tree of the Cards Лидером которого является экс-гитарист Saxon Paul Queen Выпустила второй полноформатный альбом Generation Jukebox Который выдел свет 10 ноября Группу в состав которой также входят Вокалист и басист Харрисон Янг Более известный как клавишник Дора Пэш и Уда И барабанщик Коэн Хёрст Сотрудничавший с Вандерберг и Альменом Ван Боэм Пол Квин попал в заголовки рукозданий мира в начале этого года Объявив об уходе из Saxon после 48 лет работы в группе Он сослался на то, что ему стало слишком тяжело активно гастролировать Несмотря на это, Пол Квин остается в хороших отношениях со своими бывшими коллегами Его прощальное выступление Saxon состоялось летом на испанском фестивале Barcelona Rocks Обе стороны также намекали на то, что музыкант продолжит участвовать в записи альбома Saxon в том или ином качестве Ну а пока Пол Квин продолжает музыкальную карьеру в собственном ритме С свидетельством чего и стала новая работа The Cars Трое титаново прогрессивного рока Барабанщик и вокалист Ник Девирджили Музыкант, известный по участию в группах Big Big Train и Spox Bird Клавишник, гитарист и вокалист Нил Морс Все проекты этого человека я не вижу смысла перечислять И вокалист Рос Дженнингс Человек, работавший с Хейкин, Новэна Выпустили второй совместный альбом, называющийся Sophomore 10 ноября на лейбле Inside Out Vision Кенни Уэйн Шепард Американский блюзовый музыкант Самоучка он начал играть на гитаре в возрасте 7 лет Когда увлекся песнями Мадди Уотерса Из коллекции пластинок своего отца Используя свои собственные связи В звукозаписывающем бизнесе Его отец и менеджер Кен Шепард Помог своему сыну заключить контракт С крупным лейблом звукозаписи Джан Трекорд В 95-м году вышел его дебютный альбом Под названием Red Better Heights В который вошли оригинальный материал И несколько кавер Кенни Уэйн Шепард женат на Ханни Гибсон Дочери актера Мелы Гибсон Так вот этот самый Кенни Уэйн Шепард Пятикратный номинант на премию Грэмми 17 ноября выпустил свой новый альбом Dirt On My Diamonds Volume 1 Это энергичный веселый блюзрок И миссия выполнена Альбом великолепен от начала до конца И поддерживает место Кенни Уэйн Шепарда Среди лучших блюзрок исполнителей мира А мы теперь просто ждем выход второго тома Королева кантри музыки И как выясняется восходящая звезда рока Доли Партин Название нового альбома Rockstar Трек-листовый дебютного рок-альбома Насчитывает целых 30 композиций Количество гостей Немногим меньше Но все они настоящие звезды Просто перечислю некоторых Ричи Самбора Стинг Стив Перри Энн Уилсон Джон Фогерти Кедрок Стивен Тайлер И Уоррен Хайнс Стиви Никс Питер Фрэмптон Джоан Джетт Дебби Харри Элтон Джон Мелисса Этери Шроф Хелфорд Ники Сикс Саймон Либон Эмилу Харрис И Шерил Кроу Пэт Беннетар Пол Маккартни Ринго Стары Мик Флитвуд Ронни Ван Зант И Гэри Росингтон Как вам такие имена 17 ноября состоялся релиз альбома Он вышел в виде комплекта Из четырех виниловых пластинок И двух компакт-дисков Доли Партон Самая титулованная и почитаемая певицей аутер песен В стиле кантри всех времен На ее счету 27 золотых платиновых и мультиплатиновых альбомов И 26 песен Занявших первое место в кантри-чартах журнала Биллборд Что является рекордом для артиста женского пола Также Доли Партон стала первой исполнительницей кантри Получившая награду Человек года Мьюзик Эрс На церемонии вручения премии Грэмми Ее музыкальная карьера Продолжается уже более 50 лет 17 ноября Джулиана Хэтфилд Джулиана Хэтфилд Синс Эллоу Студийный альбом Американская исполнительница Это ее третий кавер-альбом После Джулиана Хэтфилд Синс Оливия Ньютон-Жон Восемнадцатого года И Джулиана Хэтфилд Синс Эллоу Синс Эллоу 2019 года В которые вошли исполнения песен Британской поп-ро-группы Электрик Лайт Оркестра Получилось довольно прилично Редакторы Олмюзик оценили этот альбом На четыре из пяти звезд И отметили, что перенос струнных На гитару и голос Помогают Джулиане Хэтфилд Достичь близости к оригиналу Сохраняя при этом Ощущение романтического величия Которое придает альбому Отчетливо теплое И успокаивающее чувство Без какой-либо ностальгии Журнал Спил Магазин Оценил этот альбом На восемь из десяти возможных Заявил, что С точки зрения продюсирования Акомпанирующая группа Записывает идеальные треки Позволяя вокалу Джулианы Хэтфилд Показывать себя во всей красе Боб Дилан The Complete Budok Это бокс-сет концертных записей Боба Дилана 78-го года Он был выпущен 17 ноября На лейблах Columbia Records И Legacy Recording В сборник будет набор из четырех дисков Со всеми отреставрированными Ремикшированными И ремастированными песнями Которые исполнялись два вечера в Будыкане Включая ранее неиздевавшуюся запись The Man and Me На Metacritic Который присваивает нормализованный рейтинг Из 100 возможных Альбом получил среднюю оценку 84 Что указывает на несомненное Всеобщее признание Madness выпустили свой 13-й студийный альбом Setter of the Absurd Present Savi Релиз состоялся 17 ноября Альбом стал первой попыткой Madness Заняться самопродюсированием С концепцией, звуком и репертуаром Музыканты разбирались сами Ньюз празднует 20-летие своего третьего студийного альбома Absolution Его подарочным переизданием В виде буксета Который вышел 17 ноября На лейбле Warner Бокс под названием Absolution 20 Anniversary Продолжают линию релиза 21-го года Origin of Symmetry 20 Anniversary Remix В него вошли ремонтированный оригинальный материал альбома Ранее не издававшиеся концертные записи и демо-версии Фотографии А также подробные интервью с группой Релиз упакован в слепкейс Покрытый серебряной фольгой Внутри которого находится книга В твердом переплете С вогнутой печатью на обложке Ремонтированный вариант Absolution Располагается на первом CD И двух серебряных виниловых пластинках Бонус треки находятся на втором CD И соответственно третьей виниловой пластинке 17 ноября El Basil, Beast Time Отчетный сборник за 25 лет Если кому-то имя этого музыканта не знакомо Намекнул, что его имя автоматическая отсылка Крумфул о блюз Так что занятие по жизни мистера Эллы Безила Растет из танцевального джаз-урагана 30-40-х годов прошлого века Нетрудно догадаться, что серия Лиз Это ритм-блюз Густота которого нарастает или убывает В зависимости от притока, оттока в нем джаза И все это в большей или меньшей степени Похоже на Румфул о блюз Осовым украшением этой коллекции Стало участие музыкантов группы В первую очередь Дюка Робби Ларда И прочих изумительных коллег Элла Безила В частности Blind Boys of Alabama Третьему студийному альбому Оззи Осборна Барка Зимун 40 лет По этому случаю было решено переиздать его На полупрозрачном Кабальтово-синем виниле Релиз состоялся 17 ноября Барка Зимун стал первым альбомом Ози после трагической гибели Гитариста Рэнди Роудса А также единственным в дискографии Великого и Ужасного На котором играл барабанщик Томми Одес Декс Экс из Лайф 24 ноября Альбом дебютировал на вершине Британского чарта Альбомом И принес самые большие продажи За первую неделю Для британской группы В 23 году Всего три месяца Не дожил Берни Марзин До выпуска своего четвертого Сольного альбома На котором записана Исключительно оригинальная музыка В отличие от предыдущих трех Представляющих собой Сборники каверов Как известно Гитарист оригинального состава Уайснэйк Скончался 24 августа До самой смерти Работая над альбомом Воркинг Мэн Релиз которого состоялся 24 ноября Переиздание третьего студийного альбома The S-Album Группы ЕС Выдело свет 24 ноября Под названием The S-Album Super Deluxe Edition В состав релиза вошли Четыре компакт-диска Блю-рей И виниловая пластинка Помимо оригинального материала Впервые выпущенного в 1971 году В обновленный вариант Включены два ранее неиздававшихся концерта И еще кое-какие бонусы Гитарист ЕС Стил Хоу Выпустил сборник Motive All In Two 24 ноября На собственном лейбле Howl Sound Как и на первом сборнике серии Motive Вышедшем в 2008 году Во второй части Легендарный гитарист Представил как новые номера На акустической гитаре Так и обновленные версии Некоторых вещей Своего бэк-каталога Например Mood for a day С альбома Yes, Freyge Al 71 года И сольные классические вещи Beginnings Заглавного номера С дебютного сольного альбома 75 года Motive All In Two Доступен на CD На черном виниле В разворотном конверте Тираж ограничен Пятьюстами экземплярами И в цифровом виде 24 ноября Тина Тернер Queen of Rock'n'Roll Посмертная компиляция 55 синглов Культовой певицы Вышла на лейбле Parlofon Альбом охватывает 50 лет сольной карьеры Тины Тернер Которая получила прозвище Королева рок'n'Roll И была дважды Ведена за славу 24 ноября На лейбле Cherry Red Вышел сольный релиз Фронтмана Вандерграу Генератор Питера Хэммела И на Форрентайн Out of Ot Это двойной CD На котором Представлены Ремейки Сольных альбомов Питера Хэммела 88 и 90 Году В свое время Получивших Достаточно Противоречивый Отзыв Неопределенность Правами На оригинальные Версии Этих альбомов Побудила Питера Хэммела Снова Обратиться К ним В студии Переработав И перезаписав Их Но также Использовал И часть Первоначальных Дорожек Результат Демонстрирует Сильные стороны Песен И позволяет Относиться К ним Не как К продукту Своего времени А как К важным Записям В обширном Каталоге Знаменитого Музыканта 24 ноября На Metal Will Records Состоял Среди Сборника Трэпис Lost Тейпс Volume 1 Когда группа Трэпис Прекратила Своё Существование Она Оставила После себя Целый ряд Альбомов Ставших Классическими Их влияние На другие Коллективы Было Огромным Отдельные Участники Сами Стали Частью Таких Известных Рок Команд Как Deep Purple Wisnik Janus Priest И Yorahhip Но их История Еще Не Закончена О чем И расскажет Lost Тейпс Волюм 2 Легендарный Американский прогрессил Рокер из Fox Bird впервые на виниле выпустили специальное издание посвященное 20-летию их альбома Phil Эйфория 24 ноября Phil Эйфория первоначально выпущенный в 2003 году стал знаковым альбомом для группы их первым альбомом без Нила Морса и с Ником Дверджили в качестве ведущего вокалиста Это совершенно новое издание Гейтфолд 180 грамм Ваунгплея включает в себя два бонус трека с оригинального релиза а также комментарии каждого участника группы к альбом Восьмидисковое собрание работ потрясающего музыканта Джона Уэттона An Extraordinary Life вышло 24 ноября на лейбле Spirit of Unicorn Records В бокс-сете представлены все шесть сольных альбомов Джона Уэттона и два диска с неизданным материалом покойного музыканта Все сольные альбомы начиная с 1980 по 2011 годы заново ремонтированы все диски также снабжены бонус треками два дополнительных диска содержат подборки редких концертных и других не опубликованных архивных материалов компакт-диски упакованы в коробку размером 12 на 12 дюймов и включают 64-страничную книгу с предисловием легендарного художника Роджера Дина И в завершение мой список самых ожидаемых мной релизов В него вошли The Chick Core Electric Band The Future is Now Берни Марзин Working Man Ди Виржилия Морсен Дженнекс Софомор Майк Манжини Инвизибл Синг Нот Тарлинг Бэк Ин Мэмори Авден Макаферти Кеннивей Шепард Дортон Майдайманс Волюм Ван Долли Партон Рок Стар А в декабре нас ждет множество интереснейших релизов и переизданий но всему свое время А на сегодня пожалуй хватит Не забываем подписываться на канал Это важно Всем добра Хорошего звука Хорошей музыки И всем спасибо за просмотр Скоро Увидимся Субтитры создавал DimaTorzok